Мало просто уметь держаться на воде, мало уметь хорошо плавать. Самое главное – делать это осознанно. В этом и есть главный смысл халического плавания. Метод основала мастер спорта Ольга Максимова, основываясь на 26-летнем опыте тренерской работы со спортсменами в Уфе и инвалидами военного госпиталя в Киеве. Сейчас в санатории «Знания» именно здесь базируется первая в России школа халического плавания. Для всех желающих проводятся бесплатные ознакомительные тренировки. Здесь специально обученные инструкторы рассказывают, как правильно дышать и двигаться в воде. Не просто так, а с пользой для здоровья. Можно сказать, что халическое плавание – это осознанное плавание, это исцеляющее плавание именно тогда, когда человек может собрать себя воедино. И тело, и дух свой, и тело мысли. Халическое плавание, говорят авторы методики, позволяет настроить механизмы самовосстановления организма. Ведь правильная техника плавания влияет не только на физическое состояние тела, но и на сознание человека. Когда вы занимаетесь нашими халическими тренерами, мы как раз и запускаем механизмы самовосстановления, самоисцеления, самооздоровления организма, которые по природе встроены. Не важно, в каком сейчас вы находитесь возрасте. Халическое плавание рекомендуется в качестве профилактики целого ряда заболеваний, а также как эффективный инструмент реабилитации и совершенствования. Кстати, эффект чувствуется уже после первого занятия. Я совершенно плавала неправильно. Сегодня мне раскрыли глаза, как можно правильно дышать. Я так поняла, что я скоро совсем естественно, как рыба в воде, начну плавать. Почувствовала как бы слияние с водой, со стихией. Ознакомительные бесплатные групповые тренировки, записаться на которые можно через медцентр «Санатория знания», будут проходить весь январь. Доступны и персональные занятия. Такие дают больше эффект, ведь каждый человек уникален.